Последние годы мы стали свидетелями разворачивающейся настоящей битвы между традиционным транспортом на ДВС и электромобилями. Широкая общественность преподносит электричке как насущную необходимость для развития зеленых технологий. Однако это ложь. Мы уже разбирали этот вопрос в одном из наших материалов, посмотреть который можно по ссылке в описании. Смотрите и не позволяйте себя обмануть. Сегодня же мы поговорим о реальной альтернативе, ведь человечество стоит на пороге новой энергетической эры – эры водорода. Человечество уже не в первый раз берется приручить колоссальную энергию, заставить работать ее на благо. Это не всегда получается, как, например, с пороховым мотором. А к разработке водородной машины в наш век приступили не впервые. Создание первого в мире двигателя на водороде датируется еще позапрошлым веком. Но, может быть, на этот раз получится? Причина подъема зеленой энергетики – это насущная необходимость ограничить загрязнение атмосфер. Несмотря на то, что автомобили на чистом топливе существуют уже давно, пройдет немало времени, пока эти агрегаты вытеснят с дорог классический ДВС и составят конкуренцию электрокарам с литий-ионной батареей. Почему? Одним словом, потому что это невероятно калорийное топливо – крайность. Осуществление таких идей требует радикальных решений, прорывных технологий и упорного труда. Переделать старый мотор – не лучшая идея. Нужна оригинальная разработка. Каждому виду топлива должен соответствовать собственный двигатель с индивидуальными параметрами, а то и принципам действия. И хотя о широком применении H2 на транспорте мы пока только строим догадки, можно сказать, что оригинальные устройства для водорода уже существуют. Однако обо всем по порядку. Так как же работает водородный двигатель? Первый вариант – это перевод обычного ДВС на экологичную топливо. Однако при этом его мощность снизится до 65% бензинового мотора. Его полноценно использование на водородном топливе угрожает прежде всего слишком высокими температурами – прогораниями, клапанов и так далее. Возможно также взаимодействие горючего с детальными машинами. Найти компромисс между поршневой машиной и водородом можно, используя последний совместно с другим топливом. Машины, потребляющие смесь газа с бензином или дизельным топливом, производятся, но широкого распространения не получили. Вряд ли сложная система будет популярна для водорода. Альтернатива ДВС – электрохимический генератор. Он является источником энергии для двигателя электромобиля. Изобретение состоит из двух камер, разделенных мембраной. Ее покрывают редкоземельными металлами. Покрытие является катализатором. Одна из камер анозной поддерживает водород. Вторая – катодная, забирает воздух из атмосферы. Водород утрачивает электроды, и те соединяются с положительными протонами, проходящими от катода через мембрану. А результатом химической реакции является водяной пар и электроток. Напряжение подается в тяду в двух электродвижениях. Таким образом, сверхколоритное горючее не обрушивает всю мощь на детали машины. К достоинствам электрохимического генератора относятся 1. Малый вес. Емкость вмещает всего несколько килограмм газа, который обеспечивает нормальный пробег без дозаправки. 2. Более высокая экологичность по сравнению с ДВС. 3. Быстрая заправка. Бак или батарея заполняются топливом за 3 минуты. 4. Получение тепловой энергии. Выделившиеся калории можно использовать для отопления салона. Эти положительные качества дают нам существенные преимущества перед электрокаром с высоковольтной литий-ионной батареей. Последняя подолгу заряжается и весит несколько сот килограмм. Интересно отметить, что применение такого источника питания должно изменить характеристики электрокара. Автомобиль, конечно, станет легче. Так, генератор водорода-мобиля Toyota Mirai весит всего 56 килограмм. Но тяжелая литий-ионная батарея, интегрированная в днище, придают конструкции жесткость, поверхностную устойчивость, управляемость и безопасность. Так что не все так однозначно. Где брать водород? Нет, ответ на бензоколонки не принимается. В чистом виде его практически нет, поэтому H2 получают из других веществ. И способ получения немаловажен. Производство неизбежно стоит денег и не лишено атмосферных выбросов. В зависимости от метода получения водород делят процентами. Зеленый производится из возобновляемых источников, воды, при участии электричества. Голубой получают из природного газа. Он уже не идеален по частоте. Желтый с помощью атомной энергетики. Серый получается при конверсии метана. Отходы удаляются в атмосферу. Коричневый получают в результате газификации угля. Этот метод оставляет после себя парниковые газы. Зеленый самый дорогой. И пока что считается нерентабельным. Как же хранить и перевозить такое топливо? В свойствах газа создают большие проблемы при транспортировке и хранении. Среди них взрывоопасность гремучего газа. Смеси водорода с кислородом. Низкая температура сжижения. Минус 253 градусов Цельсия. Малая плотность. Некучая страсть. Негативное влияние на компоненты трубокровода. На сегодняшний день водород транспортируется по газопроводу. Перевозится наземным и водным транспортом. Однако, большая проникающая способность этого элемента приводит к значительным потерям. Перекачка продукта требует в 4-6 раз больше энергии, чем для равного по энергетической ценности количества природного газа. На транспорте для перевозки используются контейнеры, рассчитанные на давление от 16 до 24 атмосфер. Технологические потери происходят при охлаждении продукта из-за несовершенства термоизоляции. Еще одна технология транспортировки – перемещение водорода в смеси с аммиаком. Это позволяет избежать описанных выше недостатков. Далее H2 выделяется из состава при помощи электролиза. Аммиак при этом является не только носителем. Этот широко востребованный газ также доставляет многопределитель. Хранение H2 производят в сжатом, безообразном или жиженном состоянии. Но более перспективным методом является абсорбирование газа. Сделаем вывод. Наука и производство сталкиваются с серьезными, но преодолимыми трудностями в практическом широком применении инновационного энергоносителя. Водород – самое экологичное, а также энергоемкое и эффективное топливо. К его главным недостаткам относят взрывоопасность и низкую рентабельность производства, а также отсутствие необходимой инфраструктуры. На сегодняшний день автомобильный транспорт – далеко не единственная область применения чистого топлива. Однако в этой сфере водород наиболее востребован. Использование на автомобилях электрохимических аккумуляторов является более перспективным по сравнению с применением ДВС. Изобретение позволяет использовать топливо, минуя процесс горения, а значит практически свести к нулю вредоносные выбросы, сразу получив электрическую энергию. Самым дешевым способом транспортировки самого экологичного топлива является трубопровод. Наиболее целесообразным рентабельным является производство голубого водорода, полученного из природного газа. Цена безвредного для экологии зеленого топлива пока еще высока. Зеленое топливо – пока что топливо будущего. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.